Без слова Альбом Вислава. Альбом необычный для группы «Время и стекло», потому что если до этого я писал все треки вместе с «Позитивом и Надей», то в этот раз «Позитивы и Надя» умотали на концерты, их практически не было в моменты написания альбома. Я помню, что нас вообще не было в стране, и писался весь этот альбом просто по телефону, по каким-то кусочкам, по прилетам в Киев на полдня. Мы ехали сразу на студию, лишь бы записать эту песню. Поэтому эти песни из этого альбома было очень сложно. Но как это происходит обычно? Я хожу с какой-то идеей, с какой-то фразочкой, с какой-то мелодией, с какой-то фишкой. Потом ловлю позитива между концертами. Говорю, у тебя есть какой-то набросок, какая-то музычка. Мы собираемся с ним вместе на студию и начинаем писать песню. Значит, он музычку, я слова. Потом я музычку, он чуть-чуть слова. Мы изначально работали над новым альбомом группы «Время и стекло», который мы достаточно долго затянули, из-за того, что у нас был очень большой концертный график, и у нас были тогда туры. И поэтому это, что очень удивительно за 10 лет существования группы, это альбом второй. Нет? Ну, у нас же были мини-альбомы, но это второй большой альбом получается. Да. Поэтому «Вислова» — это был второй полноценный LP-альбом, который мы очень долго готовили, из-за того, что график концерта был очень плотным, вот, и песни писались там буквально за день, один день в месяц. Потом обычную песню, которую уже сделали, демо, которую мы уже аудэмили, мы отправляем Наде Дорофеевой, вот, и ждем, как ей понравится или не понравится. Например, песню «Дым», которую я написал в туалете одного из ресторанов, вот, читая Алина Костенко, вместе с соавтором Андреем Искромным, вот, сразу разорвала Надю, сразу, моментально позвонила мне, и тоже я напел демку «Дым», 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 «Дым». Она сразу позвонила мне и сказала, это потрясающая композиция, это потрясающая, просто невероятная песня, все, сто процентов она будет в альбоме, сто процентов, я хочу ее, хочу ее, хочу. Я говорю, тебе не понравится, мы дадим кому-то другому. У нас тут артистов гора, которым я пишу, ибо они каждый ждут какого-то супер-хит. Надя сказала, эту песню не отдам, как только она это говорит, ты сразу знаешь, что песня станет хитом. Я скажу честно, очень можно хорошо услышать песню, в которой я мало участвовал как автор музыкальный, это была песня «Дым», вот, и она действительно отличается в стиле от тех песен, которые, если слушать песню «Вислава» или «Баленсиага», или «505-434», все что угодно, если говорить о концертной программе, то мне кажется, что вот, мне она не то, что тяжело далась, мне просто, я не люблю, когда где-то мое участие в создании песни, оно маловато, вот. Мне немножко было ревностно даже. Но я знал точно, что те новые авторы, которые были в этой песне, возможно, из-за этого и зажила группа еще по-новому, по-другому. Я пишу демку, все вокальные партии и все версии песен, всего альбома, да и всего творчества «Время и стекло» есть в моем варианте. У меня есть вообще альбом, я могу создать альбом «Вислава» параллельный, где все песни «Время и стекло» спеты по тапу, у меня есть такое. Я когда-нибудь на аукцион выставлю, потому что все песни, которые пишутся, они фактически авторство Леши, и все песни поет он. Ну и, соответственно, если сильно постараться, можно залезть в мой компьютер и найти весь альбом и вообще, наверное, все треки. Так же, в принципе, как и по другим песням «Время и стекло» спеты Леши. Дальнейшая технология, после того, как я спел это все, значит, на студии появляются уже сами солисты. Вот в основном приезжают они по отдельности. Надя приезжает отдельно, «Позитив» приезжает отдельно. После демки записываются, накапливаются вокалы. Сначала Надя накапливается, потом «Позитив» накапливается. Это все собирается вместе. После того, как накапливается весь этот материал, мы все собираем в кучу. Мы собираем, сводим, уравниваем каждый звук, приводим в порядок, мастерим. Иногда мы делаем это даже за границей. Иногда мы делаем в Европе. В данном случае мы работали у себя в «Мозги Studios» вместе, совместно с «Фокс Studios». Очень много хороших ребят работали над этим проектом. «Никто не грешен, а?» «Домой, домой, 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 когда вернусь домой, споказывай я!» Как-то хи**, да? Ты там закруглила «спокажу я!» Вот только я сделала. Ну давай еще один как-то. «Никто не грешен, а?» Он очень длинный. Потому что для того, чтобы достичь успеха, нужно испытать целую череду неудач. В чем-то, да? Так вот накапливается некая энергия, которая потом выплескивается во что-то. Вот в случае с «Время стекло» это накопление энергии произошло на песне «Имя 505». Честно сказать, весь муд пошел еще с песней «Имя 505». Вот с того времени мы наконец-то устаканились в своем стиле. Мы действительно прочитали эту группу именно так. Мы решили, что это будет самый правильный вариант песни. Песни, которые нам комфортны. Та музыка, под которую мы сами качаемся, которую мы сами бы слушали. Поэтому концепт альбома весь был как раз вот такой танцевальный. Танцевальная вечеринка. Весь в этом грубе дип-хауса, хаос музыки. И прекрасных найденных вокалов, и хорошего речитатива. Надя очень много принесла. У нас с ней вообще отдельная история. Потому что мы когда пишем с ней вокал, это целый процесс. Целый творческий день практически. Потому что она очень ответственно подходит к записи. У нее всегда куча каких-то вариантов. Она пробует так, пробует сяк. Она советуется, я ей советую. Да, но без въезда все равно. Да, да. Давай, давай. Появляется фирма, понимаешь, сразу. Пазик, это персонаж, конечно. Леша постоянно находится в поиске, я имею в виду позитив. Он находится постоянно в поиске какого-то нового звучания. Он все время экспериментирует. Я Аня придумывал. Я не додумывал. На, ничего ее. Типа. 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 позитива я люблю за процесс вот если мы допустим с лёшей мы всегда работаем с потапом на результат то с позитивом мы всегда так вдохновляемся этими всеми часами работы с пазиком и у нас есть определенный алгоритм но как показала практика это самая вот такая самая эффективная штука когда пазик появляется на этапе уже на этапе ну не ранее не раннего а на позднем этапе создания композиции это очень классная красочка вот это просто каждый раз когда увидишь на обложке малую милую девочку длинные ножки вангую ты не захочешь шоколад тебе только фольгу тебе никто не будет рад открыть фашин судьбу вот сейчас ты вычитала просто по моему нет тебе даблы и звучат мне каждый раз когда увидишь на обложке малую милую девочку длинные ножки вангую ты не захочешь шоколад тебе только фольгу тебе никто не открыть вашу судьбу ну во первых я считаю что это наш первый такой полноценный альбом почему именно этот потому что в нем были новые песни которые до выхода альбома никогда никто не слышит некоторые песни были созданы то есть демо версии этих песен были созданы задолго до даже написание этого всего альбома и решение даже писатель бога создавать его например forever young forever young это демка наша с позитивом которые мы писали года четыре назад до этого альбома за четыре года до начала записи этой песни вот мы достали из старых загашников и я хочу а какая красивая светлая песня позитив сделал набросок музыкальный вот я сразу моментально сел начал писать слова и вот эта фраза мы молодые навсегда она звенит прямо в голове когда слушаешь альбом это очень цепучая песня для меня потому что в ней и есть все эти десять лет группу время и стекло которая отдавалась на сцене которая выкладывала себя которая объездила весь мир и которая стала венцом их творчестве мне кажется это одна из самых тонких песен одинокая может быть только какая нет уже одинокую готовы как дебилы одинокая наш способ писать бы они узнают как мы пишем байки будут ржать все очень сильно одинокая показывает как мы пишем байки секретный формат нельзя показывать мы пишем какая полтора музыканты на студии еще кто-то школа это не помогает никогда никому я бы сказал всем мешает я может выше чуть микрофон ты стала чуть чуть ниже во время записи такая сплоченная команда авторов которые у нас уже есть которая уже сплоченная многие годы вот нам очень легко дается написание песен и поэтому работать работать не пришлось на одной песне очень долго но все эти песни они все от души и они мне кажется получились очень крутыми некоторые говорят вот группа время и стекло много слов разных а смысла мало не а ничего подобного именно поэтому эта группа очень очень популярны именно поэтому эта группа легенда потому что начинается все сростка от песни начинается все отсюда начинается все со студии начинается от сюда берет начала первый лучик что такое группа время стекло в группа время стекло прежде всего песни песни с невероятным смыслом для меня вислава началось конечно же с песни я помню что мы были на гастролях вместе с потапом и я помню как мы ехали в машине и он не сказал что и будет такая песня вислава и я включила дымку начала напевать и на весь лаванове слова так по кругу идет слова но и точно будет цепить потом кстати песня вислава было написано самое последнее мы не знали будет называться альбом мы не знали как его объединить мы писали мы писали песни которые нам по душам писали песни которые которые сами вылазили из внутри и в конце концов когда мы придумали концепцию слова это пришло сама когда мы придумали концепцию стоит что такое время истекло время стекло это праздник это танцы это радость это движ это party это вислава это вислава ух ты это вислава она же время истекло время истекло вислава класс и там лова мы крутили это слово и так и так и так и так ухты прикольно мы берем эти все песни и объединяем под этим названием вислава прикольно нужно написать песню и мы решили сделать такую песню после чего когда пришла идея сделать масштабный большой концерт мы решили назвать его именно так потому что это можно сказать то чем наша группа дышит чем живет это вечеринка это веселье это подарок праздника там у автора будут вопросы потом это мелодии у автора был вопросы 우리가 потом это его один песню мой парень лох рассказывается о европейских приключениях в амстердаме парня и девушки вот которые оправдываются перед полицейскими за то что ее парень лох пожалуйста не арестовывайте нас это моя история который я положил на песню вот и и принес и не в ней было припева и как бы я над говорю если девушка оправдывается перед полицией она может петь мой парень лох мой парень лох и я говорю хотя я бы не хотел наверное это жестковато наверное она не горит нет 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 давай возьмем мой парень лох пусть будет эта песня потрясающая песня у меня во львоме две любимые песни конечно же это мой парень лох лох и конечно же это навсегда никогда мне кажется это самая красивая песня мне так хотелось рассказать эту историю о том как парень девушка сделали татуировки и написали один написал навсегда а другой написал никогда эти слова имели значение совершенно другие когда они встречались вместе когда они вместе расстались эти слова поменяли поляр на свои значения позитивно писал потрясающе оранжировки надя невероятно спела мы на студии был царил какой-то не просто просто волшебный мир музыки и красоты они каждый из них и надя и лёша добавляют в песню свое звучание фирменное они как-то научились это делать мы за 10 лет на студии проведены выстраданные здесь едов научились передавать этот но кто бы мог подумать что песня навсегда никогда станет той самой песни с которой они заявят о том что и группа прекратить свое существование вот об этом очень грустно говорить но на самом деле не грустно потому что мы работали 10 лет для вас и эти воспоминания останутся навсегда в сердцах фанатов и в сердцах лёши и нади и наших сердцах и мы не забудем этого никогда вот с этим посылом даже песни видоизменилась кстати клипчик который был снят на эту песню был подготовлен по всем канонам настоящего розыгрыша ребята не знали куда они едут зачем они едут что их ожидает и как и почему они здесь не к и конечно это вызывает настоящие эмоции и слезы к сожалению я летел из мексики в украину и мне и купил интернет самолете мне присылали прям в прямом эфире практически я видел реакцию лёши и надей плакал прямо в самолете я рыдал самолете рыдал потому что для меня эта группа тоже очень много значит у меня здесь есть набита несколько названий групп и важных вещей на руке и здесь скоро появится надпись время и стекло легендарная группа которая в моем сердце навсегда который я не забуду никогда для нас вислава это не просто концерт не просто шоу вислава это большая работа в полтора года и это большой проект который объединил очень много людей который был таким не знаю для нас может быть это лагерем в котором все придумывали что-то генерили идеи все объединились и все шли к большой единой цели сделать большой классный громкий проект который войдет в историю который соберется у даут для нас было важно собрать как можно больше людей которые бы творили над этим проектом и у нас получилось много коллабораций у нас были три режиссера 3 direction для нас вислава началось практически уже полтора года назад когда когда ну группа в принципе и продюсерский состав весь мозги интертеймент обратился к нам с вот такой идеей сделать глобальную такую супер тусовку во дворце спорта и забавно что они когда пришли они сразу сказали вислава само слово до название концерта и они говорят что такую песню будем готовить и собственно сама вислава в нем в этом названии изначально было заложено что-то что вы должно быть прям висячка такая прям громкая разрывная и вот мы встретились с ребятами основной посыл услышали и после чего не на высвали демки демки еще альбома который вот вышел в этом году и это были абсолютно другие песни отличая не абсолютно отличающиеся от того что у группы было до этого она была уже более брутальная дерзкая кричащая что само по себе просила что-то очень брутальное от этого у нас возникла мысль сделать что-то такое индустриальное было много мысли мы думали сделать например через весь пола sport там большой мост и делать такую типа тусовку помостом что это бы можно было быть на на стол под мостом кто мы думали сделать в центре сцену как скейтерский парк чтобы все было в центре и чтобы все всегда ну и как-то мы так перебирали перебрали и вот наверно так подумали dog вот с момента как только только мы поняли, что это может быть основа, когда некий док, контейнеры и так далее. И мы пришли к ребятам с такой презентацией на 90 страниц. Когда Наташке и Машке, наши любимые режиссеры, принесли нам, так сказать, показали нам и офису, показали мудборд всей команде, показали, так сказать, стенку настроения. Я не поверил, что такое возможно вообще, потому что я был свидетелем некоторых шоу, и я подумал, что это еще круче, это еще сильнее и это еще масштабнее. Я был в шоке и, наверное, просто подумал, что, наверное, все это отечется половина, мы сделаем что-то попроще, что-то полегче, но нет. И вот с того момента, в принципе, были какие-то минимальные изменения в связи с реалиями, скажем, и площадки, и всего остального, но глобально у нас была уже сделана эта сцена. Потом, когда мы, как бы, спустя некоторое время приступили уже к детальной разработке самого наполнения концерта, мы поняли, что мы смотрим на эти картинки и вообще не понимаем, как это функционирует. Это что, это уровень? Это крутится или нет? Это раскрывается, а там лестница есть, а это? А другой ракурс. И ничего, это просто не могло уложиться в голове абсолютно никак, и мы поняли, что нам нужна модель осязаемая. На первую встречу девочки, режиссеры, принесли визуализацию сцены в виде коробков. Это было удивительно, и это был крутой момент, когда коробки были сложены в виде сцены, и они рассказывали, как все это будет происходить. На самом деле, эта модель очень помогла на всех встречах, потому что ты, когда показываешь картинку, все говорят, да, ага, понятно. А потом ты начинаешь дальше объяснять, как появляется там второй блок, как поворачивается сценография, третий, четвертый. Люди вообще, подождите, не подождите еще, давайте заново. Это вот это крутится? Или это в какую сторону, или где оно, откуда они появляются? И мы поняли, что не только нам сложно это все визуализировать. Мы с этими коробками приходили на все технические встречи, рассказывали, где какие экраны находятся, хореографам показывали, где, как должны, на каких уровнях, и кто где появляется, потому что мы так ставили потом эти булавочки, вот тут танцоры, вот отсюда выходят, вот эти вот лестники. И это была идеальная схема, потому что так сразу всем становилось понятно. Второй раз у нас была личная встреча с Наташей и Машей, где я окончательно понял, что эти сумасшедшие, в хорошем смысле слова, женщины просто не готовы сдаваться и идти назад, и все, все, что, все идеи, задумки, я думаю, что 80%, которые они нам показали тогда, они осуществились. Хотя мне казалось, что это, ну, 20% идеи, одно, все остальное, нереально. Я не видел такого никогда. Я никогда не ощущал такое, я никогда не участвовал именно в таком масштабном шоу. Вот, поэтому ощущение было как раз вот такое, что не может быть. Это, если это произойдет, это, это будет, ты можешь просто, не знаю, от счастья просто, я плакал, ну, я и плакал от счастья. Наташи, ну, они вообще того, знаешь, чуть-чуть, я вообще не понимаю, как они, у нас в каждом номере была фишка. Абсолютно в каждом. То есть, если идти по каждому номеру, там дождь, там мы летим, там взрыв, там меня поднимают, там позитив выходит, поет сольную песню, тут у меня монатик плавает, тут шлейф полетел, тут переодевание в новый костюм, тут я сделала фокус, тут у нас вакинг, а на 505 у нас полетели шары. И потом под конец у нас появляется сколько метров, сколько, 60, сколько метров, 50-метровый, 50-метровый визбой. И так было в каждой песне. Я горжусь тем, что абсолютно все были задействованы в этом проекте. И компания МСГИ Интертеймент, она занималась промо- и маркетинг-продвижением. Собирала абсолютно все пиар-проявления и задействовала ребят во многих проявлениях, поэтому весь мир, мне кажется, знал об этом концерте. МСГИ Одесс разработала очень крутую рекламную концепцию. Мы придумали визбоя, контейнеры, как все это будет происходить за рамками концерта и как мы будем вести к этому концерту. МСГИ Продакшн сняли очень крутой клип, который был одноименный и назывался «Вислова». И, по сути, на всех телеканалах мы громко кричали о том, что будет такой уникальный концерт, что все должны на него прийти. Компания МСГИ ШОП разработала специальную уникальную коллекцию от группы «Время и стекло» с названием «Вислова». И это были футболки, кепки, и это тот мерч, который продавался на концерте, и его разобрали просто в секунду. МСГИ Вент помогал полностью делать BTL-акции и очень помогал в создании уже самого концерта. И что самый большой поклон и самая большая моя благодарность ребятам с МСГИ Студио, потому что они работали над новым альбомом, который тоже назывался «Вислова». Они работали полностью над всем музыкальным оформлением концерта. Там нужно понимать о том, что концерт – это абсолютно другое звучание, это очень много музыкальной работы, очень много новых было аранжировок и подхода к трекам. И ребята очень классно справились с этой задачей, и звук был невероятный, звучание было невероятное, и все было очень круто. Это была огромная конструкция маркетинговой, идейной, кинематографической, музыкальной, индустриальной тусовки. Когда я увидела смету, я подумала, о боже, как же нам все это реализовать, как оставить все творчество и не уйти в дикие минуса, потому что нашей целью было все-таки же это коммерчески успешный проект. И нам очень повезло, мы нашли потрясающих партнеров, с которыми прошли целый год. Вместе с ними поехали в тур, вместе с ними смогли реализовать абсолютно все пожелания артистов, режиссеров, и реализовать такой классный проект благодаря компаниям «Водофон» и «Кока-Кола», с которыми в совместном таком порыбе, очень творческом, мы смогли все сделать. Все всем стало понятно, всем все понравилось, и мы приступили уже к постановочному периоду. Предупредили ребят, что хотим много экспериментов в плане хореографии, много разных подходов, разных стилей, хотим разных хореографов привлечь к проекту. Да я вообще помню, когда мы, в принципе, обсуждали «Дворец форта», я подумала, «Нет, мы еще не готовы!» Потом, какой не готовы? Уже 8 лет, да, 8 лет мы работаем. Но было очень страшно. Я понимала, что это безумно сложная будет работа, учитывая вообще наш гастрольный график. Собственно, так все произошло. Изначально мы должны были, например, я помню, весь сентябрь не работать перед концертом, но когда я увидела в графике 9 концертов в сентябре, кроме съемок, кроме рекламных каких-то наших компаний, кроме всего этого, я подумала, ага, я помню, год назад мы договаривались, что полностью освобождаем сентябрь, чтобы выучить внимание, по-моему, хореографы точно скажут количество, по-моему, 18 новых постановок. У них была невероятная каша в голове, они постоянно мне говорили о том, что они не успевают выучить, что давайте, может быть, перестроим существующий тур, и они приезжали уставшие, и действительно, это была невероятно сложная подготовка. На песне, например, которые уже старые, параллельно в голове у нас старая постановка, параллельно мы и даем концерты, и нужно было совместить нам все время. Мы учим новый танец, например, на песню 505, и тут в этот же день мы выступаем, например, в Киеве с песней 505, но со старой постановкой, и вот так происходило три месяца. Три месяца, да, если взять в целом. Ну, если это было три месяца, ну, все эти три месяца распределены были на три хореографа, то есть, ну, каждого плюс-минус, если так бы что-нибудь, был месяц. Вот. Но это было лучшим решением, начать репетиции именно за три месяца до концерта. И мы понимали, что времени еще достаточно много, три месяца, но пока, но когда мы узнали, что у нас 18 танцевальных номеров, нам показалось, что времени очень мало. Первая часть кассинга, мы вас максимально углубляем, создавая танцпол, и по 10 человек мы будем вас за ручку выводить. Те люди, которые проходят дальше, садятся где-то, давайте, наверное, с той стороны под зеркало. Всех остальных людей мы благодарим, и люди, которые не прошли, они освобождают зал, для того, чтобы мы смогли немножко здесь подышать и дальше продолжить танцевать. Поэтому мы всем желаем удачи сегодня. Зажигай! Подготовка у нас начиналась с кастингов. Мы распространяли везде афиши, брошюры, как это называется, инстасторис, вот как это называется. И мы сделали понятный кастинг открытый для всех желающих танцовщиков. Много танцовщиков съехало со всей страны. Это были не просто киевские танцоры. Мы, конечно, сложно было очень выбирать, и мы искали абсолютно универсальных танцоров, потому что танцоры должны были столкнуться с той же проблемой, что и артисты. Им нужно было владеть всеми стилями хореографии, и им нужно было выдержать 18 номеров, потому что не каждый, ну, не все опытные танцовщики могут столько выдержать, и, конечно, это чуть-чуть сложновато. Мы должны были понимать, что мы набираем настоящих профи. Нам, конечно, было очень сложно их делить с кем-то, потому что все танцовщики, которых мы взяли, конечно же, востребованы, они работают с многими артистами, они снимаются в видеоклипах, и мы, конечно, боролись с собой, мы понимали их занятость, мы понимали, мы понимали, на что мы идем, когда берем танцовщиков, которые востребованы, но все прошло хорошо. Аренда зала просто не закончилась, нам надо так и... Я помню, что вообще первое занятие по танцам началось у меня с тренировки с Мариной Кущевой по вакингу, это страшное такое слово, я сначала подумала, боже, я увидела вообще, в принципе, Надя вакинг, думаю, господи, что это за странное извращенское слово, потому знала, что это такой стилек, вот так вот махать ручками, и оказалось, что это очень сложно. Я помню, после первой тренировки я пришла домой, и ночью я подумала, что у меня что-то случилось со спиной и руками, как будто они у меня отпадают, у меня было ощущение на утро, я проснулась дичайшей крепатурой, потому что были задействованы мышцы, которые до этого времени не были задействованы, естественно. И задачей было моей сделать, натренироваться так, чтобы выглядело это, как будто мне очень легко вот так вот махать быстро руками, но теперь это действительно мне уже легко, классно, и это такой сейчас на концертах вау-эффект, новый стиль танца, который я освоила благодаря нашему шоу. Ну, Надя, понятно, она же перфекционистка, трудоголик, она, конечно, все понимала сразу. Еще некоторые танцоры не знают движения, Надя уже все связки танцует. Мы ставили опасно номер, я всегда откладывал это на потом, чтобы мы потом доделаем, нужно сейчас собрать все номера, и потом мы уже будем как-то танчить какие-то штуки. У нас заканчивался период репетиции, Надя такая приходит, и она все выучила, она всю ту партию, которую мы с ней должны были разучить, выучила с девочками, с танцовщицами, и, короче, это очень приятно удивило, и причем это было на таком уровне, что она мне показывает, я понимаю, что тут даже не нужно ничего чистить, ну, типа, там, ее как-то поправлять, потому что она все выучила, так, как это ставилось, пришла подготовленная, и я такой тогда очень приятно удивился, заценил и зареспектил ей. Если Надя приехала в июле на репетицию уже готова, и понимала ответственность и масштаб вообще, сколько будет танцевальных номеров, их было около 18, я даже уже не помню число, то Леша сначала думал, что это типа так. Раз, два, все выучили, все готово. О, хореография, это мой отдельный коньяк. Я офигел от хореографии, которую сделали наши новорожденные звезды в постановках. Это Дима Пистош, это Марина Кущева, это Руслан Махов. Руслан Махов, мы с ним до этого работали, поэтому он лояльно достаточно относился ко мне и старался менее напрягать меня в своих постановках, потому что он знал, как я люблю сложные партии. Ну, позитив иногда может, конечно, покапризничать, но он сначала капризничает, что он не может, очень много хореографии, зачем вы столько наставили. Потом следующий этап это когда позитив звонит и говорит, алло, Русик, давай дополнительные репетиции за час до, потом час после репетиции, я готов репетировать, пожалуйста, давай сделаем так, чтобы все было круто. То есть он поначалу пытается немножечко сопротивляться, потом, когда он понимает, что мы не отступим, никто не отступит, и все борются, конечно, за классный результат, мы же это не делаем просто потому что оно хочется, мы хотим, чтобы они выглядели супер круто. И третья фаза, когда все уже просто супер удивлены тому, что он делает. То есть это всегда выглядит вот так, вау, Леша, как тебе удалось это сделать? Ну, то есть у него такой момент, он всегда открывается по-новому, и за этим очень интересно следить. Что мне очень тяжело давалось, я старался танцевал, у меня плохая запоминалочка самих движений, то есть координация в порядке, и потом, в конце концов, исполнение движений у меня хорошее, но сам процесс, чтобы выучить эти танцы, это самая ненавистная фигня, которую можно придумать. Программа была безумно сложной, физически, это было самое сложное, что я видел в своей жизни, и чувствовал даже по отношению к балету. Это было, ну, я просто их так, мне хотелось их пожалеть, всех и обнять. Что мы после этого и сделали. Мы на прогоне вообще думали, что они после первой части умрут, ну, если честно. Мы даже шутили с позитивом, ребят, ну, вы там уже не выживете, мы не факт, не факт, что вы выйдете на второй блок, физически действительно позитив прав. Крайне сложный концерт даже для таких профессиональных танцоров. Ребята работают с очень многими артистами, и в шоу разных артистов, тоже в турах, на разных телешоу. Но то, что случилось на Виславо, не происходило ни с кем до этого. И у нас точно так же. Физически самый сложный концерт в нашей жизни был. Все почти готово. Надеюсь, что вам, вы прочувствовали сейчас империнт концерта, поняли, где нужно собирать силы, да, где нужно саккумулироваться, где нужно выдать, где у вас есть время подышать, попить и так далее. Его нет нигде, давайте вытягиваем. У вас, да. У него кого? Ну, просто, поймите, есть какие-то вещи, которые нужно чуть-чуть еще доработать, очевидно, есть вещи, которые выглядят абсолютно готовыми уже, и это радостно. Гениально. Есть очень классные точные попадания в образы ваши, ну, как бы, поэтому вы здесь, потому что вы особенный были чем-то, и у некоторых прям очень четко, ярко читается тому, что больше нравится. Молодцы, просто девочки Аня и Карина. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы без вас не справились и хотели вас поблагодарить очень сильно за вашу колоссальную, как на наш взгляд, работу. Да. Браво. Наши гениальные режиссеры придумали несколько уровней, переходов, сцена, которая вращается, язык, на который нужно выходить. И, конечно, в рамках танцевального зала мы не могли никак себе это даже разметить, расчертить, потому что залов таких даже больших нет и масштабных в нашей стране. поэтому нам приходилось визуально представлять себе, что здесь фан-зона, визуально представлять, что здесь язык должен быть. У нас была еще подготовка в павильоне. В павильон нас, конечно, спас тем, что большие шоу всегда репетируются в павильоне. Просто делается разметочка, какие-то важные факторы, которые, куда нужно успевать, вторые ярусы. И мы на генпрогонах хотя бы примерно поняли, что будет происходить на сцене, как она будет выглядеть. По центру начинаем. Это что за сучка? Так, здесь вот открыто получается, вот так открываем. По-моему, так будет шире, Это так ли? Надеюсь. Больше. Больше, да? Полностью. 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 Полностью, ага. Выдвигается, и вот здесь вот есть полностью метр. Два метра для того, чтобы работать. Но нужно открыть полностью. Ага. И изобразок, какой мы... А выкидываем парней из этой же дырки? Из вот этой. Вот мы ее пометили. А, о чем не говорили там? Потому что девочки передумали. А, все. Я просто сделала везде, если я не сказала. Ага. Люша, давай по тебе. Ты выходишь. Мини, мини, мани, ма, ма. Менше денег, он же пол. Да, 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 да. Только ты прям подходи к глядям. Нет, нет, ну вот так. Нет, шар. Ну надо. Волова закружится в плечи. А я тут танцую, Люша. Как же до этого ответаем? Ты на диванчик и сказал. А, диван. А когда придешь, ты думаешь, что ты так знаешь? Что ты так знаешь? Нет, просто чудеса у меня сошел. Я думаю, что ты сейчас обойдешь. Да, а кто? Ля-ля-ля. Ебой. Ебой. Нет, давай пробовать это. Ебой. Ебой пальцами сжимаю крепко в темноте тара-та-та-тара-та-на-на тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та ебой Я стою по центру или нет? Боже мой, пожалуйста Ты шумаешь? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На тот момент у нас плюс-минус уже у всех было, у каждого был свой блок, у всех было все готово, вылазили какие-то бока, ну то есть, что ты понимаешь, там ребята-танцоры не дошли, там артисты не успевают выйти на язык, там еще что-то, то есть, начинаются какие-то моменты, которые ты понимаешь уже непосредственно в павильоне, И вот после павильона до концерта у нас была неделя, мы все эти бока убрали и вот начать готовиться за три месяца до концерта, это было лучшим решением. Этот прогон нам был послан свыше, чтобы преодолеть все трудности и сделать все за... Но потом, когда мы вышли на сцену, появились еще другие нюансы и сюрпризы. Мы вышли за день до концерта на сцену. А 4 числа мы делали все технические моменты поднятия артистов на тросе, спуск артистов, там два крана на номере топ на язык, то есть все технические моменты, которые связаны с какими-то подвесами, какими-то вспомогательными приемами, вот, и очень много времени на это тратилось, и не все с первого раза получалось. Я помню, что мне нужно было подойти к экрану, спускалась такая петля, в которую я должна была засунуть руку. Это вообще стандартный прием, достаточно, но когда ты в прогоне и когда этих подъемов у тебя ни один, ни два, а гораздо больше, у тебя начинает травмироваться рука чуть-чуть, то есть там передавливает. То есть ты, получается, держишься собственной рукой, тебя поднимают, дальше тебя встречают на втором этаже, уже болеют. Так вот, дошло до того, что мне уже так заболела рука, я на прогоне попросила, чтобы мне ее обмотали уже чем-то, каким-то поролоном, чтобы не давило мне на руку. А поролон не держался, нужно было обмотать этот поролон скотчем. В итоге мы так сделали вот эту всю штуку, и когда мы проходили номер, я помню, засунула в эту петлю скотч скользкий, меня начинает поднимать. И я просто понимаю, что вот я просто пальцами, а у меня заскальзывает вот так рука, свет же еще там параллельно, мне заскальзывает она, и я только вот про себя думаю, блин, ну так обидно, ну хоть на концерте бы это произошло, не так было бы обидно, как в павильоне, просто в павильоне. И я, пока меня ребята поймали, я же медленно подлетала, я уже просто пальцами держала за эту петлю, мне было дико страшно, и никто не понял, что произошло, только я, естественно, одна чувствовала, что она соскользает. Вот это был для меня такой безумно волнительный момент, и я переживала из-за этой петли. Но во Дворце спорта на драйве я не заметила ничего, ни в одном прогоне, все, мы репетировали уже быстро, все четко, и все было в порядке. Для меня самый большой нежданчик был, это когда и так, ну, сложная сцена, очень много деталей, очень много, например, у меня реквизита, и когда я выхожу на язык, на букву В, а там просто посередине вот такие, типа, решетки, и они не идут ровно с полом, они еще как-то изгибаются. И мы столкнулись с тем, что люди не могут на ней танцевать, каблуки застареют, люди, когда лежат на спине, они не могут почти ничего делать, поэтому мы столкнулись с такими маленькими нюансиками, вот, но, конечно, мы их устранили, и никто ничего не заметил. Ну, мне понравилась вообще в целом атмосфера, какая царила в зале, потому что не было каких-то волнений, неудобных моментов, и это не просто был проект, ну, это как-то уже стало какой-то душой, особенно это длилось три месяца, даже не месяц, и это очень, достаточно большой период, чтобы работать вместе, и ссориться, и дружить, и любить, и тиновидеть, и все это одновременно. И после концерта уже все обменивались там какими-то своими эмоциями, впечатлениями, и это были очень душевные разговоры, которые ты не получишь даже на каких-то супертворческих работах, например, и это было круто. И такой у нас, вот то, что Марина говорила, такой у нас командный дух образовался, то есть все друг друга поддерживали, не было такого, что типа все, как бы, существуют на проекте, как там наемные работники, был такой саппорт постоянно максимальный, между танцорами, между хореографами, между режиссерами, все постоянно друг друга пушили, типа вдохновляли, и вот, ну, получилось как-то все с такой атмосферой очень трудолюбивой, отдача была максимальная от всех. Наверное, эти репетиции вспоминаются приятнее всего, и это было круче всего, потому что мы прям стали такой творческой семьей за этот небольшой срок. Сначала так все присматривались друг к другу, знаешь, а потом, я помню, уже день прогона, уже во дворце спорта, уже была такая общая семейная классная атмосфера. Мы все очень выросли, и благодаря вот этим всем нашим тренировкам, и позитив, и я, мне кажется, мы стали лучше танцевать гораздо после подготовки к вислово. Время и стекло изменились, конечно, в танцевальном каком-то смысле, плане, росте. В этом году они повысили свой левел, подняли планку, потому что для них стояло очень много задач по хореографии. Все хореографы разные, все дают очень разную хореографию, и поэтому у них, конечно, немножечко взрывалась голова. Для них это было настоящим таким испытанием. Время и стекло. Время и стекло. Я не жалею ни о чем, потому что мы проработали каждый нюанс. И вот, наверное, сейчас я действительно осознаю, что я и моя команда это сделали. Я помню, примерно за год до концерта мы встретились с Ирой Горовой, и Ира говорила о своих идеях, о том, что она мечтает, чтобы это стало самой большой коллаборацией среди дизайнеров для одной группы. Мы прорабатывали это вместе с режиссерами, с Ирой Горовой, с артистами. Хотели, чтобы оно все детально до мелочей перекликалось. Работала созвучно с ДНК бренда группы, который создавался уже, наверное, десятью годами. И вот так вот, потом тысячами эскизов, кучей часов проработки и поиском референсов мы пришли к той картинке, к тому стилю, который мы создали для этого концерта. Хотела, чтобы каждый дизайнер был сильным, самодостаточным, со своим индивидуальным стилем, почерком. Ира очень любит дизайнера Катю Сильченко за то, что она умеет заряжать свои образы какой-то невероятной женской энергией. И мне показалось, что она идеально ляжет на третий блок, который начинается с песен «Дым» и «Глубоко», которые максимально сексуальные и максимально плавные и красивые песни. Костюм, например, Кати Сильченко – это сумасшедший красивый наряд, принцесса, я бы даже сказала. Благодарность всей команде и всем, кто занимался костюмами. Ой, я об этом могу больше шутить, что она мне ко мне больше, чем у вас. Боже, как она сияет. Сложность этого костюма в том, что мы не могли придумать долго, как сделать крепление шлейфа. Мы делали пробы, чтобы правильно подлетал этот шлейф. В павильоне выкладывался он полностью. И он не всегда срабатывал при определенной расстановке, ветродуев. В общем, там целая схема, чтобы просто полетел шлейф. И, кстати, он тоже не взлетал. И на прогоне первый раз он не взлетел. Мы просто все встали, мы чуть не расплакались, потому что мы переживали, что, не дай бог, вообще он не сработает, не полетит. Но он полетел. И, видимо, во время прогона, когда мы это все тренировали, репетировали, вес этого шлейфа начал, он же тянет в разные стороны, но, видимо, он повредил молнию. И во время концерта, когда я переодевалась на песне «Дым», у меня просто разошлась молния. Перед концертом я сказал, нам нужен контакт с режиссерами в ушные мониторы. Я сказал это в самом конце, потому что где-то были какие-то на прогонах моменты. В один момент я уже иду, готовлюсь на сцену. Я слышу первый раз, и единственный, это был голос Наташи, которая мне говорит, Леша, Надя не успеет переодеваться, тяни время. После следующей песни нам дали несколько секунд для того, чтобы мы решили эту ситуацию. Дарина гениальным образом. Дарина – это помощница Нади. Она никогда, ни разу не участвовала в переодеваниях на прогонах. И тут Надя перед концертами говорит, будь ты тоже. Дарина – это… у нас нет для нее названия. То есть это человек, который все время со мной, это моя и подружка, и помощница. Так вот, она просто вырвала из предыдущего костюма обуви, точнее шнурки. И они меня обматывали вместе с моим тур-менеджером Дарина и Виталик. И сразу я поняла, вот они прожженные концертными люди, которые четко были готовы ко всему. Они меня обмотали, и, естественно, я понимаю, что сзади у меня, ну, как бы, корсет был закрыт. А тут вот треугольник сзади, ну, соответственно, попу, ягодицы, ну, будет видно. Наташа мне говорила, что они в этот момент думали, о, боже, сейчас она начнет там стесняться, сейчас она будет идти спиной, лицом к зрителям, где я должна была идти, наоборот, спиной к ним. Но я подумала, не-не-не, все там красиво, треугольник. В принципе, от меня ожидаемо, что я могла бы просто в шортиках выйти на сцену. Думаю, пойду, нормально, пойду спиной к людям, там, где нужно, как и запланировано было. Пошла, никто не заметил. Я даже как-то легко отпустила этот факап, Надя, сори. Но просто все реально подчеркивали и выделяли костюм с открытой попой. Но я была, в принципе, в таком собранном состоянии, потому что я понимала, что за кулисами стоит команда, которая, ну, просто не даст мне выглядеть плохо. Если они меня отправили на сцену, я знала, что все в порядке, не стоит переживать. И все получилось, никто даже не понял, даже моя мама не поняла, что так не нужно. Хотя я ей показывала фотографии костюмов до выхода на сцену. Второй блок, условно, мы продумали, как блок, который будет отвечать за сексуальность и дерзость. И подумали, что в этом направлении круче всего работает Ваня Фролок. Это фишка, это фишка, все остальное вообще не имеет значения. Согласна, готова. Все, готова. Спасибо большое. Пока-пока. В детстве, когда я мечтала быть артисткой, у меня было вот два таких ярких пятна. Я видела себя в короткой розовой юбке и в топе коротком, на сцене с длиннющими ногами и на высоченных каблуках. Я потом узнала этот образ, этот образ в клипе короче. А вот второй, вторая моя детская мечта была это делать фокусы, за секунду переодеваться. Я тащилась вообще страшно. Я где-то увидела это, наверное, в цирке. И каким-то воспоминанием у меня это отложилось. Я подумала, что, ну, самая крутая, вот только самые крутые артисты могут такое делать, думала я. Надя говорит, мы в один момент хотим, чтобы было так. Ты стоишь и вот так, щелк, и у тебя уже не красный там, а черный костюм. Она, а как вы это сделаете? Она говорит, у нас есть фокусница. Мы, мы на танцах работали, и там девушка делала вот эти реальные фокусы. Она говорит, мы все придумаем. Вот кто будет отшивать этот костюм, мы там все расскажем с ней, с ним. В общем, все реально. Она говорит, это моя детская мечта. Я с детства мечтала, что я вот так смогу раз, и костюм поменять. Мне надо, чтобы... До какого места должны быть закрыты черные? Я думаю, что черные мы делаем закрытыми вот до вот этого места. Да, наверное. У меня есть там раз, шаг, два, три даже, если что. Две руки заняты или одна рука? Одно и микрофон. Микрофон в одной. Если в одной. Одна рука. Одна. Ну, есть, дайте, да. То есть, если варяло. Есть варяло, чтобы шага дергать, и джак, а потом в руки. Смотри, да. Хачало, ты должна освободиться с первого, потом... То есть, а варяло, два движения? Два движения. Это возможно? Два движения? И ты становишься... Прямо вот как вот там, как на ютюбе, вот эти видосы. Как Дэвид Корнус. Нет, правда, интересно, два движения. Потом можешь разрезать пазикой еще. И забывай. И я безумно благодарна Ване Фролову, дизайнеру и вообще его команде всей, потому что они, во-первых, согласились на эту авантюру. Потому что, ну, я не понимаю, как они вообще сказали нам «да». Мы когда сказали за фокус, у всех, так, подождите, давайте еще раз. Мы говорим, послушай, вот есть фокусница, она точно знает, она точно все сделает, ну, как бы, надо главное с ней продумать. И Ваня говорит, а давайте сделаем три фокуса. Обычно так все говорят, да ну нет, ну это ж, наверное, не получится, или что-то. И мы как-то так всегда это, ну, привыкли. А тут человек просто сразу посмотрел и говорит, ну, что два, давайте три уже, ну. Ну, просто было бы классно, чтобы она еще и в белое превратилась. И мы говорим, хорошо. Давайте. Нам то, что мы вообще только за голову, не отказывайтесь. Даже если я буду переодевать Налю, я один ее не буду переодевать. Да, там Дарина. Вы видели эти костюмчики? Я вчера, это, вот такие дзеньки были, там, блядь, дергаешь, тут дергаешь, там падает, там куча лесочек потом. Я стал мать мою женщину, потом 20 городов с этим кататься и сейчас. Нет, ну там сложно. Там, да, там один человек, при том, что это очень ответственное мероприятие, и там один человек, ну, не должен переодевать Налю. Там должна команда переодевать. Три в одном костюме у меня было. Белые брюки с пиджаком, сверху черные брюки с пиджаком. Внутри под этим всем бежевый корсет с бежевым бельем, трусиками. И сверху красное кимоно с огромным бантом. И, соответственно, все эти штаны, и все это нужно было засунуть под кимоно. До предпоследнего дня нам не удавался этот фокус. То мы не успевали меня переодевать. То всю одежду, которую мы запихивали под меня, она делала некрасивые формы кимоно-костюма. Потому что это действительно очень сложная техника. И, в общем, суть фокуса в чем? Я выходила в кимоно, сама его снимала. И потом у меня выпадали красивые брюки-клеш черного цвета. Я надевала сверху пиджак черный. И потом двумя легкими движениями я из черного превращалась в белый нарядный костюм. Ну и, конечно же, группа «Время и стекло» известна как самая стрит-вер, урбан, молодежная группа в нашей стране и СНГ. Поэтому я так подумала, кто же из дизайнеров сможет круто реализовать эту идею. Мы обратились к бренду Ксения Шнайдер, который, наверное, один из самых известных в Украине дизайнеров на весь мир. Ее недавно надевала Селин Дион, до этого Дуа Липа. Она известна работой с денимом. У нее всегда в коллекциях очень много денимов. Я бы такую затяжку сделала себе просто. Может, так? Типа, как это, как на рукавах вот здесь? Как они? А, а ябарь, знаешь, внутрь вставляется. Да, висит. Ну, да. Я бы не знаю, что это такое. Я бы не знаю, что это такое. Я бы не знаю, что это такое. Ты искала, сразу, больше открыла. Вот прикольно, когда так нога открыла. Все зафоткали? Да. Класс. И, блин, ну, вот примерно как оно под... Круто, когда работает за ней юбка. Офигенно, офигенно летит. В течение этого проекта мы знаем, где заказать мужскую обувь на каблуке в 43-м размере, где можно запринтовать ткань как угодно и за нереальное количество часов супероперативно. И, в общем, куча-куча таких вот мелких задач, которые раньше казались какими-то сложными. Для нас это было просто на повестке дня, и мы понимали, что мы найдем решение, мы решим, и к 5 октября все было готово идеально. За два года до Вистова я открывал концерт в стереоплате. Вот, и Надя меня очень просила, посмотри, пожалуйста, посмотри, пожалуйста, что нам надо поменять. Вот, я посмотрел концерт, был великолепный концерт, потрясающий. Вот, но после концерта мы собрались, и я сказал, что ребята, наверное, нам надо поменять все. Нам нужен новый альбом, нам нужны новые постановки, нам нужен левел-ап, нам нужен новый уровень. Вот, и они, конечно же, сказали, что ты нас увидел, ты нас услышал, мы хотим это сделать. И мы с Надей даже вспоминали этот концерт. И я ей говорил, ты помнишь, мы два года назад говорили с тобой с позитивом об этом? Вот, во дворце спорта на репетиции, вот он, вот он, она заплакала. Я зашла, я подумала, ого, это что, все наше? Это была первая мысль. Я старалась, конечно, себя вести, как звезда, но я не смогла, потому что я начала плакать. Но это прямо какая-то вспышка была, это было, вот, прямо она по всему телу прошла, было очень приятно. Масштабность сцены и масштабность декорации и путь балета, звука, света, спецэффектов, она меня поразила полностью. Ну, я никогда, никогда не знал, что у меня такое будет в жизни, и оно произошло. Это эмоции и мурашки по коже, и параллельно с этим, оно вот, где такое счастье, что не может быть, не может быть такого. Дело в том, что вы не знаете, но перед концертом они прогоняли этот концерт несколько раз. Три дня они находились в этом дворце спорта, и в день концерта они прогнали весь концерт два раза. То есть то, что вы видели на концертах, это был третий раз. Это огромная фантастическая работа. Слава богу, что я заранее позаботилась об одном моменте, у меня очень уставали ноги, и я заказала себе у друзей прессотерапию. Перед самим концертом час я общался с Надей, она лежала в таком костюме, который сжимал, надувал воздух и расслаблял ее мышцы. Я общался с позитивом, моя задача была как тренера, психолога перед выступлением своей любимой команды, расслабить их, настроить их на работу. Если вдруг вот так получится, то мы реально не успеем переодеться. Что делать? Еще раз. Никто, кроме тебя, этого не знает. Никто не знает ни про претензии, ни про пиджан, ни про что. Мы придержим тогда момент выхода. Потом холодная голова, горячее сердце, сфокусированная Надя, которая выходит. Понимаешь, что вот эти вот люди, которые бегают вокруг тебя и нервничают, они это делают, как будто ты своими каблуками, как будто ты шпильками вонзишь в сцену, понимаешь, раз-раз. И станешь, все, концерт, твой концерт, возьми его в свои руки, возьми себя в руку. Я помню точно, что первый раз в жизни я боялся больше, чем Надя выходить на сцену. Я помню, что она меня успокаивала тогда. Вообще я обычно паникую в любых ситуациях. Я очень переживаю, волнуюсь за каждым выходом и вступлением. Тут я безумно волновалась. Но когда я увидела, что позднее волнуется еще больше, я понимала, что я не хочу смотреть в его перепуганные глаза во время концерта. Я так испугалась, что я поняла, что нужно ему дать ему эмоцию, как будто я очень уверена, что все будет хорошо. Ты это сделала ума. Я сделала вид, что я супер уверена, что сейчас все сработает. Потому что я очень палюсь, если я волнуюсь. У меня есть не волнение, типа все будет, а есть именно прям... Я просто зашла к нему. Вот мы вдвоем побыли, друг другу сказали какие-то важные слова. Вы можете сказать, что... Конечно нет, мы не можем сказать такое. Нет, это есть какие-то ритуалы и секреты, которые нельзя раскрывать. Да. Есть такие моменты. Вот это наша партнерская работа с позитивом, отработанная за 9 лет. Она, конечно, дала свои плоды. И вот у нас, в принципе, так и происходит всегда. Если я вижу у Леши перепуганные глаза, ага, значит надо что-то сделать. Или Леша... Я, чтобы вы понимали, по глазам позитива вижу, что, например, он не помнит дальше текст, и я начинаю петь за него. Есть жесты момент, а есть просто взгляды. То есть ничего никто не делает про секретный язык. Это правда. Я не знаю, как бейсбольные команды там показывают. Нет, мы круче, чем любая бейсбольная команда. Мы просто... А, а, окей. Ну, например, мы можем... Я могу позитиво спросить взглядом, как я выгляжу там. Например, все ли у меня в порядке там? Раз, майкнуть. А Леша мне такой взглядом показал. Нормально. У нас все это есть. Самое удивительное, это то, что мы продали все билеты на этот концерт за месяц до того, как он начался. Вот только подходя к Дворцу спорту киевскому, начинались активности. И сразу попадал в атмосферу. В атмосферу Висова непередаваемого. Сразу поднималось настроение, потому что уже в холле тебя подхватывали на всякие беде реакции, фишки. Съемочные группы, блогеры, стенды различные, мерчендайсы. Полностью ты уже до того, как заходя в зал, ты попадал на планету другую, в другой мир. Заходя уже в полный зал, ощущение арены, которая набита полностью под завязку. Ощущение того, что сейчас что-то произойдет. Оно прямо электролизовалось в воздухе. Прям можно было вот это вот вожделение, вот это вот желание фанатов наконец-то увидеть их на сцене. Оно прямо тебя электролизовало. Волосы становились дыбом еще до концерта. А потом, конечно, невероятный, феноменальный, просто технологичный до безумия. Без единого провиса. Вислов. Концерт, который был новинкой во всем. На концерте были использованы новые технологии. Маппинг. Никто не стрелял во дворце спорта пиротехника. Ее привезли специально из Америки. Количество костюмов, декорации, передвижные контейнеры, огромное количество лебедок. Со стороны технической это было просто невероятнейшее шоу. А сами артисты, они же были просто лучом позитивной энергии. И Надя и Позитив выступали так, как никогда. Я никогда их не видел такими сильными, такими мощными, заряженными. Да мы не поняли вообще, что произошло. Вот честно, я очень хочу посмотреть концерт. Потому что мне даже интересно, станцевали ли мы все, спели ли мы все. Потому что там было ну столько нюансов. Ну миллиард просто. По моим ощущениям, по поводу танцев, я станцевал все. Потому что для меня это была главная задача. Понимаешь? Я все умею делать хорошо на сцене. Но этого я не делал, вот таких танцев никогда у меня не было такого. Поэтому я чувствовал, что я просто nailed it. Сделал это лучше, чем когда-либо я мог это сделать. И потом, после этого, поэтому мне не сильно хочется смотреть видео когда-то. Потому что тебе нравится вот это ощущение уверенности. Я расстроил. Я расстроил. Да Леша кстати всегда говорит, что я все сделала. А потом говорю, Леша, ну нет. Он говорит, я все сделала. А потом говорю, ну Леша, ну вот смотри. И пока ему видео, блин, не покажешь. Я его не показываю. Он не верит. Не надо. Он говорит, я сделал все. Да. Честно, не смотрю часто концерты. Повторю. Потому что даже я когда вижу, что кто-то его смотрит, мне становится немножко неудобно и стыдно за что-то. Или просто как-то нет такого момента. Мне хочется этот момент проживать там во время и все. И потом отпустить его и дальше возможно по своим каким-то моментам того, что я понял во время выступления, вот уже потом переделать их. Но пересматривать не люблю себя там. Я уверена, Леша, что самый главный концерт в твоей жизни ты точно посмотришь. И я его посмотрю, конечно. Сто процентов. Да, не буду. Это что-что. А этот концерт действительно хочется посмотреть. Сто годов. В общем, мы ничего не поняли. Мы посмотрим в трансляции. Мы очень хотим посмотреть. Эмоция была. Я думаю точно. Вот скажи, где она у тебя уже. На последней песне. На крайней. Не, не на последней. На песне. Молодые навсегда. Молодые навсегда. Когда уже была туса. И вот я по маминому комментарию. Когда они думали, что я уже в конце упаду. И когда начался этот кач, они сказали, ааа. То есть все, что было до, это было полноги. Когда тунь, 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 тунь. Это любимая часть моего концерта всего. Когда появился огромный весь бой, да. Это было очень интересно. Я очень помню хорошо первые минуты. Вернее, последние минуты перед началом шоу. Я стояла специально возле режиссеров. И ощущение передать абсолютно невозможно. Потому что ты в предвкушении чего-то невероятного. Классного. Потому что ты понимаешь, насколько все круто подготовлено. Я была почти на всех репетициях. На генеральных прогонах. Я понимала, что все должно получиться идеально. Но я вообще даже не представляла, что это будет именно настолько круто. Я помню этот момент. Тишина. Огонечки. Все зрители понимают, что сейчас что-то начнется. Режиссер считает. Три, два, один. Включается свет. Начинается музыка. И начинается волшебство. Вот с того момента я помню, что уже я ничего не помню. Я не переживала. Я точно знаю, что я стояла «Песен 5» и смотрела на все, что происходит с каким-то глубочайшим удивлением, с гордостью, с восхищением, с любовью. Смотрела на артистов. На то, как круто они все это делают. Насколько крутая картинка. И мне кажется, я когда смотрела на зрителей, кроме восхищения и полуоткрытых ртом, я не видела ничего. Ну и конечно же радости от того, что они попали на такое невероятное шоу. Самое крутое ощущение и то, ради чего ты живешь и творишь и делаешь, это в первую очередь как раз тот же самый отзыв публики. Отзыв людей, которые пришли получить от тебя этот заряд энергии, которую они любят получать, например, только от твоих песен. Теперь они тебя видят вживую. Поэтому это, наверное, лучше, чем любой наркотик, чем любовь, чем что угодно. Я не знаю, даже этому нужно придумать термин какой-то. И придумать это слово вообще, как это называется. Потому что это самая сильная энергия, которую ты можешь ощущать вообще от чего-либо в жизни. И когда ты о ней думаешь, и когда ты знаешь о том, что у тебя ответственность, что ты ответственный перед всеми людьми, которые пришли на концерт, и когда у тебя это получается, и ты получаешь это взамен эту энергию, это просто, это похоже на, я не знаю, даже на что. Это похоже на что-то неимоверное, и к чему нельзя придумать слово. Но вообще волшебство происходило на автопати. Мы прямо во дворце спорта делали автопати. Мы поднялись куда-то там выше на этаж и собрались с всей командой. И впервые за все девять лет работы я говорила тост минут десять. И я никому не давала говорить долго очень, не отдавала микрофон. Мне так хотелось сказать спасибо всем. Начиная, естественно, с людей, которые делают музыку и делают песни. И заканчивая, естественно, всей командой концерта Вислова. Поэтому для меня там было волшебство. Я там расслабилась максимально. И я помню момент уже даже с позитивом часа в три ночи. Мы вдвоем разговаривали минут двадцать, наверное. Вдвоем просто стояли, так долго говорили. И вспоминали от, наверное, основания группы момента. Это был волшебный момент для нас. Мы просто там уже выдохнули. Да, это неповторимая вещь. Честно говоря, я был на разных концертах западных артистов там, за границей. Но такого у нас не делал никто. Это действительно шоу мирового уровня. Я не постесняюсь даже не нашего уровня здесь местного. Даже не окружающих стран, это мировой уровень. И я очень горжусь ребятами. Я был в шоке, в приятном нокауте. Хотя я видел мельком постановки, я настраивал звук. То единение артистов, режиссеров, техников, продюсеров, пиарщиков. Вот всех нас. Это был тот самый луч, когда все воедино сливаются для того, чтобы показать миру, как выглядит добро, позитив, любовь в музыкальном формате. Такие проекты без команды, в которые ты веришь, в которые ты доверяешь, невозможно сделать. Это такая колоссальная работа такого количества людей. Вот вообще это проект, в котором жило очень много людей. Да, очень невероятно включенных профессиональных людей. Мы вообще благодарны всей команде. Она была огромная за то, что в целом как-то концерт произошел по любви. Знаете, это была такая вселенская любовь. У нас не было ни скандалов, никто никогда ни с кем не ругался. Все очень спокойно, совещание все приняли. Как-то ты не уставал от этого процесса. Ну от того, что, наверное, это идеальная какая-то команда, когда так создается шоу, что просто все влюблены в него, влюблены в свое дело и делают его и предлагают. И тебе не надо кого-то заставлять, а тебе отдают, и ты просто бери и иди твори. И отдавай тоже. Да, и отдавай. Многие вообще из подрядчиков сказали, что в последнее время есть такая тенденция более упрощенных концертов. А это для всех был такой вызов, потому что нужно было многое придумать, как с этим всем работать и как его сделать. Для всех это был очень интересный опыт, и это тоже очень круто, потому что благодаря такому проекту для всех это стал не просто проект, а проект, который можно вспоминать, вспоминать, как это сделалось, как это достиглось и какие результаты по итогу вышли. Сила всей нашей команды и того, что получилось вообще в принципе в работе с артистами – это любовь. Любовь объединяет нас, любовь вдохновляет нас, любовь к артистам дает силы в самых сложных ситуациях. И мне кажется, это наше такое волшебное слово всей нашей компании, всей нашей группы компаний – это любовь. Потому что без любви невозможно ничего. Без любви к друг другу, к артисту, к зрителю, к проектам, которые ты делаешь. Без этого маленького слова невозможно ничего. И ничего не получается. Когда ты любишь, когда ты открываешься, когда ты раскрываешь свою душу и веришь в своих артистов, в людей, тогда получается абсолютно все. Путь, время и стекло был не самый простой, не самый легкий. Он был очень долгий. И они достигли этого. И я невероятно горд, что они не сломались, не разругались, что они вышли на новый уровень. Они действительно мировая группа, они действительно мировой бренд. Они действительно заслужили это все и даже больше. Так прикольно, когда вспоминаешь, какими они были и как они случились, как они собрались. И я помню каждый моментик. Мне кажется, что в миру нас Потапом называют мамой и папой, которые создают какие-то проекты. Не какие-то, а успешные проекты. И один из этих проектов – «Время и стекло», которые прошли этот длинный, крутой, классный путь в 10 лет. И начинались они как продюсерские проекты. И они трансформировались за все эти годы. Выросли в абсолютно самодостаточных, крутых артистов. Мало того, что они уже у нас не учатся, мне кажется, они нас учат многому. И это очень круто, когда не теряется артист за такие долгие годы, не устает, а наоборот генерит. И все больше, больше и больше. И я думаю, что в скором времени мы о них услышим в отдельных сольных проектах. Потому что они настолько выросли за этот период времени, насколько набрались опыта, силы, мощи, что я лично хочу их увидеть отдельно на двух отдельных сценах, которые покоряют весь мир и еще очень-очень долго радуют зрителей. Ребята, я вас очень сильно люблю. Я очень сильно вами горжусь. Я хочу, чтобы все ваши мечты реализовались. Я очень верю. И самое важное, вас верит вся наша команда, вся, каждый человек. И очень любит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому!